Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. И, ребят, хочу поговорить с вами о канале Делающий Добро, так как развернулась настоящая шумиха и, можно даже сказать, скандал вокруг Мансура и его помощи людям. И, наверное, в особенности это Баба Аня и Людмила. Я всегда говорила, что мне не нравится то, что он говорит, но в его делах из видеороликов я не видела особо ничего плохого, чем он мог, ну, скажем так, навредить своим героям. В видеороликах я видела его помощь, то, что он приходит, кормит Бабу Аню, топит ей печку, и по поводу дома я думаю, что намерения у него были, ну, как мне кажется, добрые. Хотя комментарии были разные. Были против Мансура, были за Мансура. И, вы знаете, здесь пока не увидишь, пока не получишь какие-то доказательства от того, что он вредит своим героям, разобраться сложно. Что касаемо Бабы Ани, то раньше ей занимались волонтёры. И, насколько мне известно, они и ремонт делали, и Баба Аня лежала в больнице. Но потом опекуном, скажем так, возможно, неофициальным стал Мансур. Почему говорю неофициальным, так как, ну, документов официальных я не видела. И я хочу предложить вам страницу в Инстаграме ОФ-волонтёры доверия ВКО. Это страница, где есть много информации о помощи Бабе Ане. Здесь есть видеоролики, что у неё было, как было, как её госпитализировались, как она там находилась. В общем, очень много информации про Бабу Аню. Аня. 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 Также мне удалось пообщаться с волонтёром, которая помогала бабе Ане, и из общения с ней я поняла, что у неё нет однозначного мнения по поводу Мансура, и всё слишком сложно, но, соответственно, она никого беспочвенно не может обвинить, так как, получается, она не следит за ним. Сейчас вся эта информация о Мансуре вываливается, получается, в сеть, но она обещает, что всё будет проверено, и нужно только лишь подождать, и, возможно, волонтёры сообщат на своём канале, как прошла проверка. Также из общения с Еленой я поняла, что баба Аня очень сложный человек, и некоторые её поступки просто вводят в шок. Я думаю, вы понимаете, о чём я говорю из прочитанного на экране. Ещё я больше, ребят, понимаю, насколько вот сложно Мансуру с ней. Вот вы представляете, на что она способна? Я говорю, от прочтённого у меня, на самом деле, волосы просто становятся дыбом. Реально. А ведь во всём этом, по сути, обвиняли Мансура в комментариях. Ведь так и было. Помните, сколько было комментариев на эту тему? Ну, конечно же, больше информации о всём этом можно найти на странице волонтёров в Инстаграме. Ну, и также я посмотрела видео и канал «Волонтёры доверия», и тоже сделала для себя какие-то определённые выводы, и поняла, что волонтёры просто передали бабу Аню Мансуру. И да, его действительно проверили, что он довольно адекватный человек, и никакого вреда бабе Ане не принесёт. Ну, и позволили ему ухаживать за бабой Аней. И хочу сказать, ребят, что я ещё пока сама не могу переварить всю эту информацию. Я просто делюсь с вами. Вы можете написать своё мнение по этому поводу. Но для начала я предлагаю вам ознакомиться с каналом «Волонтёры доверия», посмотреть видеоролик про бабу Аню Розенкову, и послушать, что по этому поводу рассказывает волонтёр. Здесь достаточно много информации. Ну, а я, ребят, буду заканчивать. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Пишите, что думаете вы по этому поводу, что думаете о Мансуре, о канале «Делающий добро», какое у вас после всего просмотренного сложилось мнение о нём. Ну, и, как всегда, я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, мои хорошие, это здоровье. Берегите себя и своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»